Интерфакс Добрый день, уважаемые Интерфаксы, уважаемые коллеги. Для нас сегодня большая честь. У нас в гостях руководитель исследовательской группы национальный рейтинг университетов самого авторитетного информационного агентства Интерфакс Алексей Гаврилович Шаплыгин. У нас есть добрая традиция представлять коллег. Закончил он близкий нам, материнский нам, Московский государственный университет, физический факультет, а также спецотделение ВМК, тоже МГУ. Работал в управлении делами президента в постфактуме в Центре изучения институтов гражданского общества. В институте прикладной геофизики. В телекомпании НТВ. Ну и в независимом рейтингом агентстве в сфере образования Рейтер. Как у нас обычно такой формат, где-то час мы даем времени для того, чтобы вы изложили основные подходы, тем более мы общались, как и любой рейтинг Интерфакс, он очень активно развивается, есть много новых идей, много новых инноваций, которые они предлагают с точки зрения развития моделей. Поэтому и полчаса где-то мы хотели бы, чтобы вы зарезервировали, чтобы мы могли обсудить и задать вопросы. Большое спасибо. Добрый день, дамы и господа. Я рад выступать перед аудиторией Казанского императорского федерального университета и федерального университета. Я благодарен ректору университета за приглашение и постараюсь изложить кое-какие идеи, которые вы увидите на следующих слайдах. Я бы хотел поговорить. Для начала, международные рейтинги университетов во многом базируются на замерах академической репутации университетов мирового класса. Если вспомним, то международный рейтинг QS в университете рэнкингс – это 40% академической репутации, 10% весовой коэффициент – это репутация среди работодателей. Что касается рейтинга Times Higher Education, то там 15,18% весовой коэффициенты академической репутации в сфере образования и сфере исследований. То есть мы наблюдаем, что академическая репутация имеет, скажем так, превалирующее воздействие на результаты международных рейтингов университетов. Что касается еще одного международного рейтинга университетов, такого как ОРВУ, то там косвенно, естественно, замеряется академическая репутация на основе численности выпускников и численности действующих сотрудников, являющихся Нобелевским лауреатом и лауреатом медали Филдса. Но для нас гораздо интереснее не косвенные признаки, а замеры, прямые замеры академической репутации. Буквально 3-2 недели назад мы ознакомились с последними результатами репутационного рейтинга THE и увидели некоторые достаточно сильные изменения в формировании выборки, которые позволили, ну частично, которые позволили двум российским университетам войти в топ-100 этого репутационного рейтинга. Мы, естественно, посмотрим далее и увидим сильные и слабые места академических замеров, проводимых рейтингерами THE и QS. Далее я потом напомню, ну или покажу результаты нашего пробного замера академической репутации, проведенную в самом конце прошлого года. И необходимо будет поговорить о том, что коммуникации университетов вносят основной вклад в развитие академической репутации, да в принципе и любой другой репутации. И в этой связи мы сравним некоторые характеристики уровня развития коммуникации федеральных университетов. Далее я покажу, что академические социальные сети наряду с популярными соцсетями, с глобальными соцсетями являются важными каналами коммуникации университетов, которые влияют на развитие академической репутации. Ну и будем обсуждать еще некоторые технологии репутационных замеров на основе анализа данных социальных сетей. Что касается академической репутации, вот здесь вот приведены некоторые, скажем так, выдержки из работ ученых, исследователей, которые изучают как раз систему высшего образования, системы академических, рынков академического труда. И основной посыл, что академическая репутация, она как раз основана на признании результатов исследований, которые сами по себе представляют ценность, но и которые являются запуском других следующих исследований, на которых зарабатывается новый репутационный капитал. То есть это вот такая вот академическая репутация, она лежит в основе такого самоподдерживающегося процесса приобретения репутационного капитала всего, не только именно академического, но и связанного и с дальнейшей коммерциализацией результатов исследований, с подготовкой новых кадров, с выходом на промышленность и так далее. Если и до последнего времени, ну в принципе мне кажется и это останется еще не только на ближайшее будущее, но и на достаточно значительный период времени, академическая репутация, она основывалась на прямых оценках именно самого академического сообщества, которые оценивали своих партнеров, своих коллег, даже конкурентов по академическим исследованиям, по подготовке кадров. И никто не вправе покушаться на эти оценки, которые выносит само академическое сообщество своим коллегам, своим партнерам, своим конкурентам. И эти оценки, они как раз вот лежат в основе первоначального закладки академической репутации и ее развития. Но в то же время мы сталкиваемся с тем, что университетам и исследовательским организациям необходимо все больше и больше ресурсов для развития, для продвижения своих исследований и для продвижения результатов этих исследований уже в промышленность, в коммерциализацию, да и вообще вот в самую широкую публику с тем, чтобы отбирать наиболее талантливых абитуриентов и запускать новый процесс развития образования и исследований. И, соответственно, вот в эту сферу академических оценок, перекрестных академических оценок, конечно, вошли и чиновники, которые уже не могут полагаться на простые или, скажем, непростые оценки самого академического сообщества и хотят видеть формальные показатели, которые им помогают принимать решения по субсидированию, по выделению сигнований на продолжение тех или иных исследований. И вот здесь вот мы наблюдаем просто достаточно значительный конфликт между академическим сообществом и чиновничеством за право оценивать результативность исследовательской деятельности, результативность образовательной деятельности всего того, что как раз лежит в основе академической репутации и репутации университетов и исследовательских организаций, можно даже отметить, что вот этот вот конфликт, сопровождающий реформирование российской академии наук, конфликт между ФОНО и РАН, даже на самом деле ФОНО возникло в результате этого конфликта, конфликта между правом чиновников определять формальные показатели деятельности исследовательских образовательных организаций и правом академического сообщества выносить свои оценки, которые практически никогда не подвергались сомнению. Если обратить свой взор совсем в недавнее прошлое, то вот даже ядерный проект, осуществлявшийся в СССР, он в основном как раз опирался на академические оценки, но чиновничные оценки имели скорее такой вот второстепенный характер. Да, есть несколько методов повышения узнаваемости университетов, то есть каких-то косвенных признаков, отражающих уровень академической репутации. И самое главное из них это привлечение академиков с исключительной репутацией, с исключительной академической репутацией и вхождение в проекты, уже обладающие значительной академической репутацией, среди которых вот и ЦЕРН, Большой Адронный Коллайдер, и ДЭСИ, еще несколько международных проектов, но в основном это, конечно, хотя они диверсифицированные проекты, но скорее они все-таки основаны на физических, информационно-коммуникационных и математических науках. Но хотя, конечно, надо сказать, что проект Большого Адронного Коллайдера помог, дал импульс развитию и социо-гуманитарным направлениям, поэтому, скажем так, вот эти вот крупнейшие международные проекты, они развивают академическую репутацию, скорее, по всему спектру знаний, а не только по естественно-научным физическим наукам. С академической репутацией, академическая репутация, естественно, лежит и в основе репутации университетов, университетов, как исследовательских университетов, именно той модели, которая сложилась еще в XIX веке в Германии и сейчас уже революционировала, в полноправную такую модель университетов мирового класса, которым в большей степени соответствуют, вроде бы, по современным замерам университета США, Соединенного Королевства и в какой-то мере некоторых стран континентальной Европы, ну и Британского Содружества. А страны, развивающиеся у мира, стремятся к достижению именно, к соответствию именно этим моделям. Исследовательская деятельность, она непосредственно связана с созданием и распространением знаний. То есть, именно с развитием коммуникативных каналов, которые позволяют доносить эти уже знания, либо в прямом смысле, либо в уже научно популяризованной до самых широких аудиторий. И это приводит к тому, что привлекаются и отбираются наиболее талантливые абитревенты на первые и на вторые уровни высшего образования, входят в исследовательские проекты и начинают работать на как раз поддержку и развитие академической репутации, репутации всего университета в целом. Соответственно, эти развитые коммуникационные каналы показывают, что репутация не зарабатывается в изолированности. Если мы обратимся к недавнему прошлому, то именно эпоха конца 50-х, 60-х годов позволила нашим и университетам, ну и, конечно, в первую очередь исследовательским институтам Академии наук завоевать достаточно высокий уровень академической репутации именно благодаря такому вот единовременному открытию, когда были установлены коммуникации с внешним миром и, наконец, этот внешний мир смог ознакомиться с теми достижениями, которые созрели в недрах наших исследовательских организаций и были по достоинству оценены. Именно тогда был основной приток и Нобелевских лауреатов в нескольких отраслях наук и были заложены дальнейшие основы развития фундаментальных наук и в физических, математических и в биологических направлениях, которые мы, в принципе, продолжаем работать и в настоящее время. Совершенно определенно, но я уже два слова об этом говорил, есть взаимосвязь результатов рейтинга с репутационными оценками и эта взаимосвязь достаточно высока, ну то есть ее достигает третья, а то и половины весовых коэффициентов, результатов рейтингов, международных рейтингов университетов. Вот в марте 2015 года вышел очередной репутационный рейтинг THI, в котором в топ-30 вошел МГУ, а в восьмой десяток вошел СПБГУ. Во многом, да, значит, этому способствовало, конечно, и развитие коммуникаций университетов российских, в том числе и ведущих университетов Московского университета и Санкт-Петербургского. И в то же время необходимо отметить, что THI резко поменял выборку для академического замера. Вот на мой взгляд, именно THI осуществляет достаточно такую вот сбалансированную академическую оценку деятельности университетов. Подбирается выборка до конца 2014 года, это была выборка из Web of Science, наиболее значимых персон, наиболее значимых исследователей по основным направлениям, по основным отраслям наук из базы Web of Science, с конца 2014 года и с базы Scopus, Элзивир. И эта выборка, мало того, что она более-менее сбалансирована по уровню развития, отраслевому развитию наук во всем мире, и у них были достаточно хорошие подходы к формированию сбалансированного регионального распределения выборки академических экспертов, так она еще год от года изменяется, и изменяется значительно. Там где-то процентов на 35-40 происходит изменение этой выборки, что не позволяет академическому сообществу давать одни и те же ответы на вопросы. И вопросы формулируются достаточно хитро. не только прямые вопросы, назовите столько-то университетов, позволяющих, на ваш взгляд осуществляющих наиболее значительные образовательные проекты, наиболее значительные исследовательские проекты. Очень неплохой социологический подход к формированию еще этих вопросов. В то же время, да, вот здесь сравнение выборки Web of Science 2013 года и выборки Scopus, региональные выборки на основе базы данных Scopus в 2014 году, и мы замечаем, что резко пониженная доля академических экспертов из Северной Америки в пользу Восточной и Западной Европы, в пользу Юго-Восточной Азии и в том числе в пользу, естественно, России, что не могло не сыграть положительных моментов в результатах этого репутационного рейтинга. Что касается, здесь вот некоторые пояснения, и совершенно мы четко наблюдаем, как изменяется на протяжении последних четырех лет отраслевая выборка этого академического опроса, формирующего репутационные оценки. В 2015 году мы видим резкий вклад Arts and Humanities. Я могу это объяснить только тем, что Scopus резко увеличил обработку монографий, так как именно издание монографии отличает, в первую очередь, результативность работы исследователей в сфере Arts and Humanities. И это очень хорошо. Наша отечественная система Science Index тоже занялась усиленной обработкой монографии, но, к сожалению, правда, там свои трудности, и сейчас невозможно пока что засчитывать на уровне Scopus именно результативность работы в Arts and Humanities. И несколько слов просто критики в адрес репутационных замеров QUS, который совершенно тот же академический замер несет в себе 40-процентный весовой коэффициент. Вот, к сожалению, QUS гонится не за качественными характеристиками выборки, а только завалом. С каждым годом они все больше и больше привлекают в свой академический опрос представители академического сообщества. И говорят, что в прошлом году там уже более 60 тысяч приняло в этом участие, в этом голосовании. Но на самом деле это не все так просто. Здесь уже большие числа не играют такой роли, потому что вопросы постоянны и не изменяются уже в течение практически 10 лет со стороны QUS. Назовите 30 университетов вашей страны, в которых вы наиболее хорошо информированы о их деятельности, и 30 университетов, регионов, которых вы тоже наиболее информированы. Тех стран, в деятельности университетов, в которых вы в наибольшей степени информированы. И эксперты, те, кто доходит до конца этого опроса, я вам скажу, что непросто вообще дойти до этого конца, потому что там постоянно что-то ломается, ну, с нашей... И в том числе и при нашей поддержке там происходит некоторая модернизация всех этих технологий. Но очень непросто пройти его, и ты всегда, вот, академический эксперт, он начинает отвечать год из года одинаково. У него есть набор из 30 национальных университетов и 30 международных университетов, и он отвечает всегда одинаково. И вот здесь необходимо просто совершенно четко отказываться вот от этого наращивания массы и переходить к просто к значительному ежегодному обновлению академического сообщества опрашиваемого. Что касается опросов работодателей, то здесь вот наш опыт 10-летней давности, когда мы вот даже начинали в привозском федеральном округе исследовать университеты, мы сразу поняли, что опрашивать руководство компаний о качестве выпускников тех или иных университетов совершенно бесполезно. Необходимо доходить до прямых начальников молодых специалистов, вот, недавних выпускников университетов, либо до руководителей кадровых подразделений. И мы, да, попытались, это было непросто, но вот как раз результаты опросов, когда ты доходишь до непосредственно руководителя, работодателя и просто до руководства компаний, они коренным образом отличаются. Поэтому я считаю, что вот этот 10-процентный вклад опросов работодателей и рекрутеров со стороны ГВЕС, но он не совсем правильный, он не отражает сложившейся, скажем так, силы конкурентоспособности выпускников тех или иных университетов на международных рынках высококвалифицированного и тем более академического труда. В конце прошлого года Интерфакс провел свой репутационный замер, естественно, на территории России мы ориентировались на выборку, составленную на основе контактов базы данных Science Index, российский индекс национального научного цитирования и здесь мы подошли, скажем так, попытались достаточно тонко подойти и померить отзывы о деятельности ведущих университетов России на основе опросов академического сообщества из вузов и сообщества из исследовательских организаций, то есть из НИИ Академии наук, ведущих российских Академий наук и из отраслевых институтов. Ну и вот была построена такая выборка, достаточно хитрая, она была более-менее пропорционально занятым в академическом труде по территориям, построена по территориям федеральных округов, сформулированы, ну достаточно такие хитрые вопросы с тем, чтобы измерить, ну мы одним ударом хотели многих зайцев убить и пытались замерить и научно-исследовательскую деятельность в российских университетах по нескольким параметрам. Естественно, международную деятельность, коммерциализацию уровня развития технологического предпринимательства, что нам очень близко и нас очень интересует в нашей деятельности. Инфраструктуру обеспечения образовательного процесса и исследовательского процесса и пытались замерить еще общую оценку качества образования и уровня преподавания в вузах. Конечно, вот в вузовском сообществе по полному спектру мы замеры осуществляли, а в исследовательском сообществе мы, конечно, отказались от оценки уровня образования, оценки уровня преподавания, хотя, в принципе, некоторые представители исследовательского сообщества тоже отвечали на эти вопросы и мы им благодарны. Да, надо сказать, что выборка была более-менее сбалансирована, построена. Мы сами не ожидали, что так активно примут участие в этом опросе. Мы получили просто замечательный поток, интенсивный поток не только замечаний, но и предложений по совершенствованию вот таких опросов и уже складывается многосотенное экспертное академическое сообщество, готовы и дальше отвечать на любые вопросы, в том числе даже и на открытые вопросы по проблемам развития университетов, по проблемам развития образования и исследований в ведущих университетах страны. Вот некоторые характеристики этой выборки. Мало того, что мы отбирали наиболее продуктивных и активных представителей академического сообщества с индексами Херша не менее пяти по Science Index. Ну и в то же время, вот заметьте, здесь и большое присутствие именно степененных экспертов. Ну и конечно, вот мы стремились так сбалансировать именно по сложившемуся рынку академического труда по научным отраслям. Вот несколько характеристик оценок, экспертных оценок, показывающих, что в принципе эти эксперты в ответах стремились сказать правду. Ну это вот так вот, грубо говоря, потому что чем вот ниже, чем сложнее вопрос для экспертов, тем гораздо меньше процент, среднее число голосов от одного эксперта, что показывает, что эксперт не автоматически отмечал те или иные университеты, а задумывался и не выбирал вот это вот десяти, когда мы их просили в вопросах отметить десять с его точки зрения наиболее значимых университетов, которые вот по его мнению заметны в том или ином вопросе. И здесь мы совершенно определенно можем сказать, что вот некоторые трудные вопросы, эксперты на них отвечали не автоматически, а задумывались и выделяли только университеты с их точки зрения наиболее заметны там в уровне преподавания или в уровне международной интеграции. Вот что на выходе получилось, это замеры репутационного капитала на основе нашего академического опроса. И вот оценка уровня научно-исследовательской активности вузов по оценкам самого непосредственно вузовского сообщества и исследовательского сообщества. Ну вот здесь, конечно, нам интересны позиции Казанского федерального университета. Они, ну скажем сразу, достаточно высоки и вот вузовское сообщество гораздо выше оценивает уровень развития исследовательской активности по сравнению с отраслевой наукой и с академической наукой. Я не могу вот четко интерпретировать и четко сказать, что вот именно по таким-то причинам, но вот это есть. Сразу могу отметить, что вот Ни У Ш, имея высокие оценки от вузовского сообщества, вот практически по всем вопросам имеет довольно незначительную оценку со стороны исследовательского сообщества со стороны вот отраслевой науки и чисто академической науки. Ну, в общем, по-моему, причины достаточно ясны. Вот. И следующая оценка – это востребуется научных публикаций. Мы просто задавали прямой вопрос в публикации каких вузов вы постоянно читаете, ну, то есть более-менее постоянно читаете именно публикации исследователей именно того или иного вуза. И вот здесь вузовское сообщество отмечает, да и научное сообщество, исследовательское сообщество достаточно высоко как раз качество статей, научных статей Казанского федерального университета. Ну, а так, конечно, вот на самом верху находятся главные исследовательские университеты нашей страны – это МГУ имени Ломоносова, СПБГУ, ну и, конечно, вот практически академические университеты – это МГУ, МФТИ. Им сам Бог велел получать высокие оценки от именно исследовательского сообщества. Оценка заказов НИОКР в ВУЗУ. Здесь, конечно, важна была оценка отраслевой науки, но мы не стали ее отдельно выделять. Здесь опосредованные оценки вузовского сообщества, ну и исследовательского сообщества. В вузовском сообществе КФУ находится в топах, в научном сообществе, ну там немного пониже, там буквально, может быть, одну-две позиции проигрыш УРФУ. Далее, оценка уровня технологического развития технологического предпринимательства. Ну вот здесь Казанский федеральный университет на высоких позициях и по оценкам и научного сообщества, и вузовского сообщества находится. Ну вот, меня просто удивляет, конечно, высокие позиции ВШЕ в этом деле, потому что я вот, например, считаю, что в Бауманке и в Томском и Политехии, в Томском государственном университете гораздо сильнее развито технологическое предпринимательство, чем во ВШЕ. Но вот ВШЕ зато очень хорошо информирует о всех своих разработках и там, скорее всего, это просто уровень развития коммуникации позволяет получить высокие оценки вузовского сообщества по любому направлению. Вот вузовское сообщество оценки уровня преподавания и качества образования. Ну вот, видим, что и здесь называется Казанский федеральный университет сразу после нескольких ведущих университетов России. Ну и Казанский федеральный университет по праву входит, конечно, в число ведущих университетов России. Что касается уровня преподавания, оценки уровня преподавания, то здесь тоже совсем небольшой проигрыш, но это можно будет посмотреть полные таблицы, небольшой проигрыш Уральскому федеральному университету. Ну это вот уровни ресурсного обеспечения и образовательного процесса, и научной инфраструктуры уже со стороны научного сообщества. И мне кажется, оценки инфраструктурного обеспечения Казанского федерального университета на должном уровне находятся. Потому что вот та же Бауманга, там очень хорошая инфраструктура, но вот почему-то достаточно намного позиций пропускает вперед себя и КФУ, правда и ВШИ тоже. Ну вот здесь некоторые иллюстрации уже в сравнении всех федеральных университетов, а также двух просто выборочных СПБГУ и одного академического университета, то есть МФТИ. Конечно, сила их значительна, потому что тот же МФТИ привлекает очень много исследователей из Академии наук. СПБГУ располагает собственной базой, это один из немногих университетов, относимых к исследовательским, еще и со времен Советского Союза. Вот то же самое по инфраструктурным, технологическим и международным интернационализационным делам. Вот здесь вот мы сделали небольшую сравнительную табличку именно на наш взгляд непосредственных конкурентов. Это непосредственных конкурентов Казанского федерального университета, это Уральского федерального университета и ближайшего конкурента Нижегородского госуниверситета, которые как раз тоже входят в программу ТОП-100. И вот на наш взгляд, они вполне, вот эти вот три университета, вполне сравнимы по уровням именно академической репутации, и их конкуренция, и их конкурентные преимущества практически неразличимы. Но в то же время вот по некоторым направлениям, может быть даже можно и расширить эти направления, можно будет проводить не только сравнительный какой-то анализ, но и может быть запустить дополнительные какие-то процессы, именно более интересные с точки зрения потом извещения, коммуникации с более широкими университетами о развитии этих университетов, о развитии в них исследовательской базы и получения новых результатов исследований, о подготовке новых специалистов по новым направлениям подготовки и тому подобное. Вот здесь среди, оценки среди исследовательского сообщества тех же самых, тех же самых вузов. И вот здесь просто совершенно определенно, такого вот голосования по каким-то направлениям оценочным именно только за Нижегородский, а по каким-то за Казанский федеральный университет. Уральский федеральный университет где-то по серединочке располагается. Ну и вот там внизу приводится общее число голосов, общее число упоминаний всех вузов по каждому из по каждому из критериев. Ну это так для сравнительной оценки уровня узнаваемости того или иного университета среди вузовского, среди научного сообщества. Вот что касается территориальных распределений, то конечно совершенно определенно академическая репутация, она в первую очередь оценивается и в большей степени академическими экспертами своей собственной территории. Опять же, исключая только всемирно известные вузы, те которые на слуху у большей части академического сообщества. То есть это вот МГУ, СПБГУ. На самом деле можно туда было добавить и МФТИ, и МГУ, но МГУ, СПБГУ это наиболее просто интересные иллюстрации. И вот здесь можно понять, каким образом накопленная академическая репутация отражается, воспринимается представителями академического сообщества федеральных округов. Так вот, основным вкладом в развитие академической коммуникации, как мы уже об этом говорили, являются академические коммуникации. Мы задали вопросы в академическом сообществе, вот прямые, чтобы представители академического сообщества ранжировали наиболее интересные каналы коммуникации по их мнению. И вот на левой стороне слайда приведено именно вот в таком порядке убывания по важности коммуникационные каналы с точки зрения академического сообщества. На первом месте, конечно, сайты. На втором называются социальные сети, но при этом ни один представитель академического сообщества не упомянул академические социальные сети, что для нас явилось совершенно просто каким-то непонятным явлением. Все остальное понятно, там и конференции, и выставки, и научно-популярная литература, но академические социальные сети как будто совершенно не существуют для российского академического сообщества, хотя четко мы знаем, что там работают, действуют в них тысячи представителей российского академического сообщества. То ли мы каким-то образом попали мимо них, то ли еще по каким причинам, я не понимаю. Вот на правой стороне слайда приведены некоторые характеристики развития коммуникации через сайты и через социальные сети федеральных университетов. Вот просто взяли и отобрали только федеральные университеты. И надо сказать, что не слишком могут федеральные университеты похвастаться уровнем развития коммуникации вот именно через сайты и через социальные сети. Достаточно указать на низкие показатели. Клауд, это степень развитости социальных коммуникаций показывает. Да и даже вот мобайл-френдли тест проведенный показывает, что только дальневосточный федеральный, сайт дальневосточного федерального удовлетворяет всем характеристикам мобильного, сайта для мобильных устройств. Все остальные в той или иной степени сайты федеральных университетов не воспринимаются мобильными носимыми устройствами, что, конечно, понижает уровень эффективности этих коммуникаций через сайты. Провели замеры поисковой популярности федеральных университетов. Ну вот здесь первая пятерка это сильнейшие федеральные университеты на длинном периоде, то есть с момента фактически самой идеи возникновения федеральных университетов. Здесь, да, нормировка по максимуму и приведенному к сотне. И вот Казанский федеральный университет каждый год в периоды вступительной кампании демонстрирует максимальную поисковую популярность. Да, это Google, естественно, это Google Engine. Все остальные, вот некоторые другие, в том числе и Дальневосточный федеральный или там Уральский федеральный, они переигрывают Казанский федеральный только в другие периоды. А вот в ходе вступительной кампании только Казанский федеральный университет на протяжении трех лет является, можно сказать, чемпионом поисковой популярности, что, ну, конечно, отрадно. Вот на коротком периоде более детализированная эта же картинка. Здесь вот как раз видим, приходится на июнь, июль, август, вот эти вот всплески поисковой активности всех федеральных университетов. Ну, я считаю, что надо просто постоянно анализировать вот эти вот данные, может быть, даже в квази реальном времени и делать какие-то выводы. Посмотрели среди этих пяти сильнейших федеральных университетов топ города в поисках. И с чем мы столкнулись? На самом деле все федеральные университеты, они территориально ограничены, к ним интерес жутко территориально ограничен. Они не распространяют свое влияние не то что на федеральный округ, а только лишь на собственный регион и на некоторые соседние регионы. Вот посмотрите, Казанский федеральный, большее число поисковых запросов из Елабуги, Альметьевска, Казани, Набережных Челнов, ну и дальше там уже Башкирия, Ульяновская область и совсем чуть-чуть Волгоградская, Саратовская, ну и там совсем плохо Москва. Все остальные федеральные сильнейшие федеральные университеты демонстрируют то же самое. Это вот свои регионы и немножко соседние регионы. Нам все-таки хотелось бы видеть именно влияние, распространение влияния не только на всю страну, но и по крайней мере на приграничные страны и на весь остальной мир. Поисковые запросы, топ-серчис, вот они совершенно четко иллюстрируют, что в федеральных университетах никакой науки нет. Она никого не интересует. Запросы связаны только именно с обучением и в первую очередь с поступлением в университеты. Все остальное мало волнует. Развитие науки, развитие конкурентоспособности в поисковых запросах почти отсутствует. Но это на самых-на самых хвостах, в самых отвалах. С этим надо чего-то делать. Да, вот, например, для примера поисковый трафик до начала 2015 года Казанского федерального университета под данным 7Rush в домении US и Waryu. И вы смотрите, в US практически нулевой. Я могу сказать, что остальные сильнейшие федеральные университеты ничем не лучше. Да и МГУ на самом деле там, ну может быть, там не 610 поисковых запросов, а там может быть там 1200 и все. То есть российские университеты продолжают оставаться невидимыми для всего остального мира. И здесь надо, конечно, продвигать и на язычные версии сайтов, и просто развивать все каналы коммуникации со всеми аудиториями. Далее. Медиаактивность по русскоязычным СМИ. Этот данный интерфакс-скан на длинном периоде с 10 по 14, по полный 14 год. Здесь дальневосточный, дальневосточный благодаря федеральному университету, благодаря, конечно, подготовку к тому саммиту 2012 года. И потом просто он приватизирует именно те наработки, которые произошли в период подготовки к Тихоокеанскому саммиту дорабатывает. Уральский федеральный университет. Вот этот вот скачок 2013 года это 100% благодаря Челябинскому метеориту. Только Уральский федеральный университет оседлал эту тему и добился просто какого-то грандиозного скачка в узнаваемости. При этом Южноуральский исследовательский университет просто обижен. И он не получил ничего с этого вот такого мирового события. Ну а Кокшаров продолжает использовать вот именно тему метеорита и далее. Организуя уже теперь антарктическую экспедицию метеоритную. Похвально, конечно. Вот эта вот медиаактивность в 2014 году, помесячная, здесь уже так более-менее детализированная. Интересные вещи. Ну это, в принципе, мы ежемесячно отслеживаем эту активность, накапливаем ее и используем как раз в оценках брендов российских университетов. Аналогичные графики медиаактивности ректоров ведущих. Ну это всех федеральных университетов на длинном периоде. Ну и мы тут, естественно, наблюдаем рост и значительный рост практически всех ректоров всех федеральных университетов за последние два года. Ну и опять же, вот взрывная медиаактивность ректора УРФУ благодаря Челябинскому метеориту. Здесь динамика медиаактивности федеральных университетов в 2014 году. Ну и вот видим, как уже такое достаточно интересное распределение динамики медиаактивности ректора Казанского федерального и ректора УРФУ. Как будто они соревнуются в доступе ко многим аудиториям. Вот здесь вот медиаактивность в федеральных университетах уже в индексах как раз системы Interfax Scan. Что такое SPI? Это аналог, ну фактически аналог PageRank, только перестроенный для нашего пространства средств массовой информации. В основном там взвешиваются источники, ссылки от более весомых источников на менее весомые источники. Ну и проводится простейший лингвистический сентимент-анализ и выделяется позитивный SPI и негативный SPI. Мы наблюдаем незначительные негативные SPI в индексах федеральных университетов. Ну и такой вот у некоторых университетов достаточно значительный положительный SPI. Казанский федеральный больше нейтральные публикации публикует и не слишком заметен ни в положительном поле, ни в негативном. Но на самом деле это пока что развивающаяся технология и мы пока не можем ее в такой вот достаточно широко продвигать в массы и каким-то образом комментировать вот именно проблемы в позитиве и в негативе. Вот что касается уровней источников. Опять же, конечно, система SCAN, хотя она и обрабатывает сейчас почти 15 тысяч источников. Но что такое международный источник? Это в основном русскоязычные источники с пространства бывшего СССР. То есть это СМИ Украины, Белоруссии, Казахстана, но и некоторые прибалтийские источники. Поэтому их международными стопроцентно, конечно, назвать нельзя. Но что есть, то и есть. И опять же, вот что мы видим? Федеральные университеты в большей степени ориентируются в своих коммуникациях и в СМИ уже только на региональные источники. Необходимо выходить и развивать именно федеральный уровень коммуникации. Ну и, конечно, выходить на международную арену. Я думаю, мы подключим и перейдем на анализ языков и уже и баз данных фактива, ну то есть уже полноценных международных баз. И заметим там продвижение, коммуникационное присутствие, медиаприсутствие ведущих университетов России и уже в англоязычном пространстве, но и в пространстве других языков. Медиаактивность в индексах ректоров федеральных университетов. Ну опять же, в основном тяга к региональным источникам. Вот здесь вот особенно заметен, заметно ректор Северного Арктического университета. Ну я считаю, что это благодаря там необыкновенным усилиям профессора Евгения, ой, Андрея Волкова. Так, ну это вот несколько слов о скане, о системе SCAN. В этот слайд я просто хотел подчеркнуть, что информация и коммуникации, обмен информацией лежит, непосредственно лежит и в основе механизмов управления исследованиями. Соответственно, вот обмен информации очень важен в исследовательском процессе, и здесь необходимо подключать и не только на научно-публикационную деятельность, но и научно-популяризаторскую, и коммуникации в популярных социальных сетях и в академических социальных сетях. Так вот, академические сети, которых мы так и не смогли почему-то зарегистрировать в интересах академического сообщества. Вот неполный список, на самом деле их, ну, по крайней мере, раз в два больше. Вот на мой вкус, конечно, наиболее приятное это Менделей. На ней, в этой сети просто очень удобно работать, работать над публикациями, собирать и анализировать литературу, строить пристатейные списки литературы, ну и коммуницировать с представителями и международного академического сообщества, и российского академического сообщества. Вот наши замеры, пока что самые простейшие показали, что вот в некоторых академических сетях, вот, например, исследователи Казанского федерального университета, где-то около 350-400 человек присутствуют. В основном это академия ДОД ЕДУ, и где-то несколько десятков человек работают в Менделей. Но вот такого совершенно массового входа пока нет. В то же время я могу сказать, что Гарвард, ну практически весь преподавательский и исследовательский состав работает почти во всех академических сетях. То же самое можно сказать о БМАТ, о Калтеке. МГУ, вот что удивило, ну совсем мизерное присутствие. В основном лингвисты, у него присутствуют там где-то сотни или сотни-полторы присутствуют в некоторых академических сетях. Ну вот здесь вот некоторые, некоторые характеристики этих сетей. Ну, эпистемию, я не знаю, я в нее так и не попал. Все остальные очень интересные системы. Мы попытались косвенно померить, померить, если нет наших исследователей в академических социальных сетях, то может быть и складываются массовые коллаборации межуниверситетские в проведении исследований в написании научных статей. И совершенно иная картина. Вот эта вот неполная таблица, я не могу, просто не помещается на слайде, громадная таблица среди ведущих университетов, то есть среди 50 университетов складывающихся коллаборацией. Здесь и международные, и русскоязычные коллаборации. И вот смотрите, даже с МГУ это полный мизер сотрудничества, исследовательского сотрудничества. Более-менее заметные коллаборации складываются на уровне университетов одного региона, а еще лучше одного города. Здесь вот не приведено, это на большой таблице видно, что лидерами вот в этих коллаборациях являются Томский государственный университет и Томский политехнический университет, в которых где-то уже близко к 8 или 7,5% доли коллабораций среди всей научной продукции. Казанский федеральный университет развивает коллаборации только лишь с КМИТУ и КАИ, ну и соответственно наоборот. И то доля этих коллабораций совершенно мизерная, она там на уровне 2-3% от общего объема научной продукции Казанского федерального университета. Так вот, я считаю, что здесь есть над чем задуматься и все-таки выходить на иные уровни межуниверситетского сотрудничества как внутри России, так и за ее пределами. Да, что касается еще академических социальных сетей, то слава богу появляются некоторые механизмы, вот в частности ОРСИ-АЙДИ, который позволяет в принципе агрегировать свою работу в нескольких академических сетях и выработать единый АЙДИ и работать сразу в нескольких сетях, не выходя из одного окна. Это повышает эффективность, в значительной степени эффективность академической коммуникации, ну и естественно отражается на росте продуктивности и цитирования. В результате вот всех этих изучений мы пришли к такому выводу, что репутационные замеры уже имеет смысл проводить на основе анализа лингвистического и семантического анализа больших потоков, интенсивных потоков данных в СМИ и в социальных медиа. Разработаны, ну в самом скане разработаны элементы и сентимент анализа. И сейчас наши партнеры пришли к аналогичным разработкам и уже запущенной технологии анализа интенсивных, в реальном времени интенсивных потоков в популярных социальных медиа, таких как ВКонтакте, Facebook, Twitter, LiveJournal, ну и всех остальных. И возможно, и мы пытаемся сейчас перенести эти же технологии на анализ коммуникации в академических социальных сетях. И в таком случае вот мы уже можем выйти на такой уровень, что вот этим вот репутационным замерам можно будет доверять в большей степени, чем прямым опросам академического сообщества. Да, вот это несколько слов той технологии бренда Analytics, которая в реальном времени позволяет проводить сентимент анализ, да и вообще вот любой другой, ну не любой другой, а по многим направлениям анализировать сообщения, накапливать и анализировать сообщения в популярных сетях. И в принципе там очень интересный результат получается по отзывам о деятельности университетов, отдельных факультетов, о деятельности администрации университетов. Ну и конечно вот заметны всплески негативных и позитивных отзывов о деятельности приемных комиссий университетов. Это наиболее интересно. Там вскрываются всякие даже такие негативные факты, связанные там с неправильным зачислением и там с различными нехорошими вещами в период приемной кампании. Но вот к сожалению, правда, что касается научных процессов исследований, то они пока не слишком сильно проявляются на русском языке, не слишком сильно проявляются в популярных социальных медиа. А в то же время вот анализ англоязычных, например, коммуникаций. В том же Твиттере, Фейсбуке, Линкетине позволяет выявлять, но уже сложившиеся такие вот группы обсуждений результатов, которые вот потом на выходе дают приросты публикационной активности и потоков цитирований. И вот на этих технологиях мы сформулировали вот такие принципы формирования, ну, в принципе, формирования рейтингов университетов, которые были доложены на правление Российского Союза ректоров. Ну, по крайней мере, председатель РСР поддержал их, что дальше будет, я пока не понимаю. Но, во всяком случае, мы собираемся вот выходить на какие-то новые технологические высоты, близкие к тем, что применяются вот вебометриксом, группы вебометрикс, но вот связаны именно уже с большей углубленностью лингвистического и семантического анализа, с выявлением позитивных, негативных откликов в интенсивных потоках социальных и академических медиа, ну, и в русскоязычных, и в СМИ, на мировых языках. Да, технологии вот этого анализа с потоков социальных медиа, они уже, в принципе, разработаны для нескольких мировых языков, ну, по крайней мере, для 5-6 мировых языков, исключая, конечно, японский и китайский. Так что, ну, работа, я думаю, в течение нескольких кварталов позволит вот выйти на какой-то новый уровень. А, а здесь вот принцип Д. Одновременно с линейными рейтингами мы считаем, что необходимо все-таки переходить и к картированию образовательного и исследовательского пространства с тем, чтобы уже самые массовые аудитории привлекать к рейтингам. Не только правительства и академические, и администрации вузов, которые пользуются результатами линейных рейтингов, но и домохозяйства, семьи потенциальных абитуриентов, студентов, выбирающих программы, магистерские, аспирантские программы. Предварительные вот разговоры с, переговоры с Wolfram Research приводят к тому, что они готовы и русскоязычный сегмент включать в свою поисково-интеллектуальную систему Wolfram Alpha, которая вот здесь вот просто простейшая такая иллюстрация, но она в принципе интересная, которая вот запущена уже и развивается в течение последних 3-4 лет. Вот такое простейшее сравнение двух университетов, но разработчик этой системы, Стивен Wolfram, собирается уже в этом году в гораздо большей степени обеспечить дополнительными сервисами. Ну и, конечно, русскоязычный сегмент был бы не только целесообразен, но и полезен вот в развитии этой системы. И я бы надеялся вот в этом деле соединить усилия рэнкеров, к которому относится Интерфакс, ну и представителей, исследователей, ведущих университетов России, в том числе и Казанского федерального университета, вот в развитии именно этих систем, именно этих технологий, которые выведут в том числе и визибилити университета в международном пространстве на совершенно иной уровень. На этом спасибо за внимание. Наверное, я слишком сильно затратил время. Ваше спасибо. Большое спасибо. Вопросы, пожалуйста. Может быть, пока люди готовятся, я хотел вас поинтересоваться. Есть ведь еще такое направление, как предметные рейтинги. Да, вот ваше мнение, и вот Интерфакс будет двигаться в этом направлении? Это замечательный вопрос. Я планировал его в нескольких слайдах, но потом убрал. Это очень хорошее направление. И, в принципе, мы его рассматривали даже в программе, ну это наше внутри Интерфаксовское мнение, в программе 5 в 100, в топ-100, что не надо рваться, входить в топ-100 именно в интегрированных международных рейтингах, потому что там мы сталкиваемся, вот вузы мировые сталкиваются с таким эффектом, когда богатые становятся богаче, бедные, беднее. Туда уже в топ-100, просто для того, чтобы войти, надо совершенно несопоставимые ресурсы затратить, чтобы именно в интегральном рейтинге войти в топ-100. Я не буду даже говорить об ОРВУ, а именно о ТЕЩИ и КЮС. И здесь именно предметные, субжектовые рейтинги могли бы сыграть хорошую службу для реализации основных положений программы 5-100. Дело в том, что российская система образования, она претерпела в прошлом веке достаточно серьезные изменения, и там просто действительно только отдельные направления, отдельные отрасли наук получили заметное конкурентоспособное развитие в сравнении с исследовательскими университетами других стран. И вот здесь вот нам важно для нашей отечественной системы не растерять этих преимуществ и показать конкурентоспособность хотя бы в отдельных предметных областях, в отдельных отраслях науки. Интерфакс заинтересован и в русскоязычном пространстве научных исследований заниматься такой же работой, хотя, конечно, даже нельзя говорить о русскоязычном пространстве или международном пространстве, потому что мы наблюдаем уже соединение наукометрических инструментов русскоязычных с англоязычными, хотя бы размещение ведущих русскоязычных журналов на платформе Thomson Reuters, ну и другие виды вот этого, виды партнерства. И в прошлом году мы сделали такой вот пилотный рейтинг по уровню развития life sciences, наука жизни в ведущих российских университетах. И неожиданно получили какой-то совершенно такой значительный интерес со стороны и вузов, и широкой публики к результатам этого рейтинга. И, соответственно, планируем в ближайшем будущем перейти на более-менее периодические замеры, оценочные замеры развития деятельности ведущих университетов России и в life sciences, и в естественных физико-математических науках, и, скорее всего, в информационно-коммуникационных технологиях. Ну и, конечно, вот я не знаю, это относится к предметным областям, скорее нет. Нас, конечно, сильно волнует развитие технологического предпринимательства в университетах. Дело в том, что нами разработана методика совместно со школой управления Сколково. Тоже был очень даже неплохой интерес к этой разработке, особенно со стороны отраслевой науки, нескольких государственных корпораций. И я надеюсь, вот мы возобновим эти замеры, эти оценки в самом ближайшем будущем. И, ну, я могу сказать, что Казанский федеральный университет там на очень даже заметном уровне находится. Но это вы могли видеть даже из пока что оценочных, из экспертных суждений. Так, ну, повторюсь, мы заинтересованы и будем продолжать развивать вот именно это направление измерений отраслевых научных измерений деятельностей у вузов. Да. Меня зовут Ирад Хасянов, я представляю Высший школу фамозонных технологий и фамозонных систем. У меня даже не вопросов. Вы говорили об анализе как раз социальных медиа и сентимент анализов. У нас дело в том, что есть научная группа, которая занимается тематикой. Может быть, мы могли бы посотрудничать. Ой, а это было бы замечательно. У нас есть хорошие наработки, в частности, с моего группы мы их там уже применяли. Вот тогда мы, может быть, свои мысли этой встречи. Конечно. Конечно. А, да, и у вас открылась даже центр, да, с моего группы в вашем университете. Да, да, да. Просто я аналогичный центр наблюдал в Бауманке, но очень хороший. Я думаю, что здесь он будет не менее. Еще вопросы, пожалуйста. Владимир Владимирович. Директор химического института. Алексей Гаврилович, а кто является заказчиком вот этих рейтингов и как относятся чиновники? Вот у вас был первый слайд, да? Они как-то это учитывают потом? Влияет ли это на их оценки? Хорошо. Значит, заказчиком никто не является. Заказчиком нашим являлось Министерство образования и науки только лишь в 2013 году, когда мы выиграли контракт на разработку рейтинга университетов бывших стран СССР, стран бывшего СССР. И там провели количественные оценки и экспертный опрос среди академического сообщества, международного академического сообщества. В нем, хотя, конечно, 95% были представители российского сообщества, но 5% там совершенно четко вошли не только страны бывшего СССР, но и даже представители стран дальнего зарубежья. А так это Интерфакс проводит на свои деньги. После того, как агентство Рейтер, агентство в сфере образования Рейтер перешло под Интерфакс, просто ежегодно на протяжении уже последних 5 лет на деньги Интерфакса проводятся вот эти замеры, публикуются результаты и разрабатываются новые подходы, вот в частности к замерам в предметных областях, в замерах технологического предпринимательства. Ну и мы, конечно, заинтересованы. Да, я вот еще чего хотел сказать. Несколько лет назад мы делали опытные замеры уровня развития информационно-коммуникационных технологий в университетах. Я вот точно знаю, что Казанский федеральный университет, да и университеты Республики Татарстан, они отличаются, и сама Республика отличается вот повышенным вниманием к развитию информационно-коммуникационных технологий. И вот несколько лет назад мы даже такое исследование проводили, на выходе формировали рейтинг по различным статусным, по различным группам вузов и классическим, и гуманитарным, и технологическим. И интересные результаты получили, публиковали их, правда, в популярных журналах, типа, я даже не помню в каких, там, карьерных и там, учебных всяких. И, конечно, заинтересованные и в дальнейшем развитии, это фактически тоже предметное направление в рейтинговании вузов. Здесь бы можно было бы выступить, например, в партнерстве с Казанским федеральным университетом и, например, померить уровень развития информационно-коммуникационных технологий и в университетах Республики, и в университетах Привозского федерального округа, и, может быть, соседних территорий. Химия очень важна, потому что что-то вот, на мой взгляд, недостаточное внимание удивляется вот именно развитию научной популяризации достижений и знаний в химической отрасли, в химических технологиях. Могу сказать, что и химические университеты, химико-технологические университеты тоже не проявляются слишком сильной активности, вот исключая, правда, Казанский химико-технологический университет и питерские технологии. Вот они-то всегда в первых рядах, но вот остальные чего-то не очень активно делятся своими знаниями, своей информацией. Тоже было бы вполне, я думаю, целесообразно и продуктивно разработать какую-то вот совместную методику измерений достижений в этой области и сделать несколько коммуникационных вот инструментов по информированию самой широкой аудитории вот о достижениях татарстанских университетов и университетов поволжья в этой сфере. А вот сам факт публикования рейтингов, он ведь влияет на академическую репутацию? То есть, как получать такой... Вузы, которые на верху, они более известны. Ну, этот эффект был зарегистрирован еще в конце нулевых годов. Если вы помните, международные рейтинги университетов появились там, по-моему, во втором или в третьем году, в третьем, да, первая публикация Орлу. И, да, вокруг самого этого феномена сложилось еще самостоятельное какое-то академическое сообщество, которое начало изучать феномен рейтингов, влияние на развитие образовательных систем, систем организации научных исследований. И был зарегистрирован, да, такой вот интересный эффект, что вот эти вот результаты, особенно первые результаты рейтингов, они влияют на академическую репутацию, и потом она уже начинает поддерживаться именно благодаря первой публикации этого рейтинга. Все остальные гораздо меньше вклад делают, и они скорее просто вот каким-то образом переносятся на все последующие результаты рейтинга. Вот результаты нашего рейтинга, они никаким образом не учитываются Министерством образования и науки нашей страны, но они достаточно, я могу точно сказать, мы тоже это замеряли, и каждый год замеряем, естественно, выборочно замеряем, они используются при выборе университетов домохозяйственными, семьями потенциальных абитуриентов. Но товар этот сильно скоропортищийся. Вот что касается интереса к самим результатам рейтинга, мы вот на протяжении многих лет эти замеры делаем, характерное время интереса к результатам от 7 до 10 дней, поэтому мы стремимся всегда четко подгадать к началу вступительной кампании, с тем, чтобы вот именно наибольший выход был от результатов этого рейтинга. Но потом вот он становится никому не нужен, попадает почти до нуля к нему интерес. Это тоже зафиксировано и международными рейтингами, почему они в том числе разрабатывают целые наборы рейтингов и публикуют их уже на протяжении всего годичного периода. Это и предметные рейтинги, и отдельный репутационный рейтинг. За полгода до основного публикуются те и чьи. Это только лишь с той целью, чтобы поддерживать неприходящий интерес как можно более широких аудиторий. Ну и естественно, чтобы трафик на сайте был значительный. На сайтах международных рейтеров, да, трафики очень даже заметны. На нашем, но на сайте национального рейтинга университетов трафик уступает там, я не знаю, на порядок. Хотя даже может быть и на полтора порядка. И тут я вижу там много недочетов, много негатива, но будем исправляться, скажем так. А так это рейтинг, это коммуникационный инструмент с несколькими аудиториями. К сожалению, международные рейтинги сейчас, особенно вот эти вот линейные, они в первую очередь воспринимаются только лишь правительственными, органами управления образования и науки. Больше никем. А так рейтинги должны быть распространяться на самые широкие аудитории. И вот именно с этих позиций Евросоюз затеял проект Юмалти Рэнк, но там, похоже, политическая ситуация не в его пользу складывается, там какие-то такие препоны создаются, что они вот уже на протяжении пяти лет не могут преодолеть, не могут выйти на нормальный какой-то хороший поток информирования самых широких аудиториях о преимуществах и недостатках университетов, о построении именно с возможностью построения персонифицированных рейтингов. Но в то же время информационные системы об образовательных программах и Евросоюзовские информационные системы и Соединенных Штатов и Великобритании, они очень даже хорошо работают, там значительный трафик, туда обращаются и потенциальные бакалавры, и потенциальные магистры, и докторанты. И одно удовольствие наблюдать, как они развиваются, но они к рейтингам никакого отношения не имеются. Это просто хранилище, описание программ. Это тоже одно из направлений именно рейтинга. С одной стороны, нам нужны просто простейшие оценки деятельности университетов, а с другой стороны, нам нужны какие-то углубленные знания о деятельности этих же университетов, на основе которых мы можем выработать свои собственные оценки. И вот здесь, на мой взгляд, необходимо какое-то интегрирование и линейных, простейших оценок, и картирование образовательного и исследовательского пространства, чтобы было всем не только интересно, но и полезно. Вопросы, пожалуйста. Можете, да, признать Ваше мнение? Дело в том, что сложившаяся система международных рейтингов, она достаточно объемна и разнообразна. В этой связи, в чем же специфика национального рейтика, какова ее ниша и основная роль? Нет, а мы пока даже и не пытаемся выходить на какую-то международную арену. Внутри страны основная специфика – это сбор как можно более полной информации о деятельности университетов и оценка этих университетов по нескольким направлениям их деятельности, формирование результатов и информирование как можно более широких аудиторий именно по оценкам направления деятельности этих университетов с тем, чтобы поддержать выбор потенциальными абитуриентами того или иного университета, того или иного направления подготовки. Вот. У нас, по большому счету, мы формат нашей встречи полностью использовали, поэтому еще раз большое вам спасибо. Здесь столько вы дали новых направлений для проработки, для осмысления. Я надеюсь, это будет совместное осмысление, и мы придумаем еще много чего полезного и для университета, и для академического сообщества. И причем вот это новое позволит поднять узнаваемость и репутацию Казанского федерального университета среди и академического сообщества, и, я думаю, среди других сообществ. Вот новые технологии, они вот чем хороши, они позволяют сегментировать уже аудитории до какого-то квантового уровня, уже не только для отдельного человека, но и до его, скажем так, психологического состояния. Способен он в это время поглотить эту информацию или нет? Большое спасибо. Спасибо.